Всем привет, с вами Павел Косенко. Сегодня у нас третья часть моей большой трехчасовой лекции «Как научиться видеть цвет». На этот раз речь пойдет о цветовой гармонии. Если вы не смотрели первые две части, я рекомендую начать именно с них. Ссылки можно найти в комментарии. В этом видео продолжение лекции. Все три части представляют собой цельную теорию цвета в моем исполнении. Когда говорят о цветовой гармонии, чаще всего рассматривают цветовой круг. Считается, что гармоничными якобы являются цвета, расположенные на этом круге каким-то особым образом. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что цветовой круг – это плоская модель, а мы с вами уже знаем, что цветовое тело человека представляет собой модель объемную. То есть все многообразие цветов, которые способен воспринимать человек, невозможно разместить на цветовом круге. А значит, с его помощью мы не можем говорить и об отношениях между этими цветами. Заблуждения, связанные с цветовым кругом, возникли из-за некорректного трактования формулировок, которые использовал художник, педагог и писатель Йоханнес Иттон в своей книге «Искусство цвета». Основное заблуждение заключается в следующем. Принято считать, что если цвета, расположенные на круге, уравновешивают друг друга и в сумме дают нейтральный серый, то они гармоничны. Например, якобы гармоничны вот эти цвета. Или вот эти. Или вот эти. Или вот эти. А в общем виде любые цвета, дающие в сумме нейтральный серый. При этом получается, что якобы негармонично вот эти цвета. Или вот эти. Или, скажем, вот эти. Потому что они не уравновешивают друг друга. На самом деле, все не совсем так. И по большому счету гораздо проще. Рассмотрим конкретный пример. Фотографию Ильи Варламова, которую он любезно разрешил мне использовать для демонстрации. В этом снимке присутствует одновременно большое количество ярких насыщенных цветов из разных частей цветового круга. Я утверждаю, что эти цвета дисгармоничны. Хотя, если мы уменьшим фотографию до размера 1х1 пиксель и тем самым усредним цвет, то этот пиксель окажется практически идеально серым. Это означает, что все цвета на этом снимке уравновешивают друг друга, то есть якобы являются гармоничными. На самом же деле, эту фотографию сложно назвать гармоничной по цвету. Она пестрит всеми оттенками радуги. Цвета слишком насыщенные, их слишком много и они невариативны. Я называю такое колористическое решение цветовой какофонией. Теперь давайте обработаем этот снимок определенным образом. Не важно, как именно я это сделал, об этом поговорим чуть позже. Важно то, что теперь цвета на этой фотографии выглядят куда более гармонично. Хотя на первый взгляд вам, конечно, показалось, что цвет стал слишком блеклым, невзрачным, невыразительным. Однако, если вы посмотрите на этот вариант 5-10 секунд, а затем резко переключите на исходный, то скорее всего согласитесь с тем, что гармоничным его назвать сложно. Получается, что теория о суммарной гармонии цветов не очень-то и работает. А значит мы не можем использовать модель цветового круга для рассуждений о гармоничности или дисгармоничности цветовых соотношений. В чем же тогда заключается цветовая гармония? Позволю себе поделиться собственными наблюдениями и соображениями на эту тему. Проведем несколько визуальных экспериментов. Для этого возьмем любую палитру разнообразных и при этом ярких насыщенных цветов. Например, вот такую, состоящую из 12 красок. Эта палитра может быть более или чуть менее широкой, не суть важна. Для эксперимента 12 красок будет вполне достаточно. Я специально расположил их в виде прямоугольника, чтобы у вас не возникала ассоциации с цветовым кругом. Глядя на эту палитру, я утверждаю, что она дисгармонична. Цвета слишком насыщенные, их слишком много и в них нет ничего общего. Если бы мы говорили о музыке, такую палитру можно было бы сравнить с одновременно и громко извлеченными звуками всей октавы пианино от до до си, включая все белые и все черные клавиши. В обоих случаях мы имеем дело с какафонией. А вот если взять любые два цвета из нашей палитры, то их сочетание будет выглядеть вполне гармонично. Причем независимо от того, будут ли это соседние цвета или нет, будут ли они теплыми или холодными, контрастными или нет. Любые два цвета выглядят гармонично, точно так же, как гармоничны любые две ноты, извлеченные на фортепьяно. Даже такие напряженные интервалы, как малая секунда или тритон все равно звучат вполне гармонично, потому что мы отчетливо слышим в них оба звука. В какафонии назвать такое сочетание вряд ли корректно. Гармонизовать три ноты чуть сложнее, но все равно почти все трезвучия будут звучать вполне гармонично. Хотя некоторые трезвучия все же звучат уже слишком напряженно. Гармонизовать четыре ноты еще сложнее. Для этого уже существуют определенные правила построения септ-аккордов. Любопытно, что в музыке крайне редко встречаются аккорды, состоящие более, чем из четырех разновысотных звуков. А относительно ун-децим-аккорда и терц-децим-аккорда, которые состоят из шести и семи нот, в энциклопедиях можно встретить примечания следующего характера. Эти аккорды никогда не применяются полностью вследствие диссонирующего характера. Или встречаются редко и не обращаются из-за диссонанса. Конечно, это не означает, что музыкальные произведения состоят максимум из четырех нот, а картины пишутся не более, чем четырьмя красками. Но человеку действительно сложно одномоментно воспринимать полифонию более, чем из четырех нот. А в живописи редко встретишь картину, написанную сразу всеми красками. Как правило, мы имеем дело с цветовыми акцентами и несколькими основными цветами, на которых базируется цветовое решение полотна. Многообразие цветовых нюансов при этом достигается не за счет большого количества разных красок, а за счет большого количества их градаций. То есть за счет вариативности цвета. Любопытный пример описывает в своей книге «Цвет и контраст. Технология и творческий выбор» кинооператор Валентин Железняков. В результате катастрофы в Эрмитаже в июне 1985 года чуть было не погибла замечательная картина Рембрандта «Даная». Во время ее реставрации был проведен тщательный колориметрический анализ цветов картины. Выяснилось, что количество разных красок очень невелико, зато беспредельно сложно их размещение на полотне. То есть все видимое нами колористическое и тональное богатство достигается не за счет использования каких-то экзотических цветов, а лишь за счет их сочетания. Еще один любопытный пример. Случай, рассказанный замечательным современным художником Александром Заварином. «В Строгановке я писать не умел и не очень любил. Поделился бедой с приятелем. И он мне передал совет своего друга, старого художника, выбросить из палитры все краски, кроме охры светлой, охры красной, белил и сажа. И этими четырьмя красками пытаться написать все, и любой пейзаж, и портрет, и натюрморт. Я так и сделал, и получил свою первую пятерку по живописи. Так я научился видеть цвет. Позже я, конечно, полную палитру вернул, но сдержанность колорита осталась навсегда. Вот та самая первая студенческая работа художника, за которую он получил пятерку. Здесь использованы всего две краски, плюс белила и сажа. Но что же делать, если мы имеем дело с исходно большим количеством цветов? Как гармонизовать такое изображение? Важно понимать, что ключевая проблема дисгармонии большого количества насыщенных цветов – отсутствие общности. Поэтому единственный способ сделать их сочетание гармоничным – некоторым образом сблизить цвета друг с другом. Самый простой способ это сделать – снизить цветовую насыщенность. Это равносильно добавлению в каждый цвет серой краски. Попробуем сделать это для нашей экспериментальной палитры. В данном случае я снизил ее насыщенность примерно на 30%. На первый взгляд палитра стала слишком блеклой и невыразительной. Мы уже много раз проводили подобный эксперимент. Точно так же, как и во всех предыдущих случаях, выждем 5-10 секунд и резко переключим на исходный вариант. Теперь хорошо видно, что исходные цвета действительно диссонируют друг с другом. Удивительно, но факт. Простое снижение насыщенности делает цвета более гармоничными. В пределе это приводит к черно-белому изображению, которое с точки зрения сочетания цветов гармонично всегда. Но такой способ гармонизации не единственный. Давайте чуть усложним задачу и попробуем гармонизировать цвета, минимизировав снижение их насыщенности. Для этого мы будем загрязнять, то есть сближать цвета не серой краской, а какой-нибудь другой, например, желтой. Практика показывает, что добавление теплых сторонних оттенков в изображение обычно идет на пользу его восприятию. Согласитесь, такой вариант выглядит куда более гармоничным. При этом палитра теперь воспринимается как вполне нормально насыщенная. Однако, если мы провернем такой трюк с реальным изображением, то гармонизирующий оттенок будет восприниматься именно как равномерный сторонний оттенок, который хочется как бы смахнуть с изображения. Практика показывает, что у зрителя не возникает такого ощущения, если в изображении с искаженными, но гармонизированными цветами явным образом считываются так называемые реперные нейтрали. То есть, если объекты, которые мы ожидаем увидеть нейтральными, выглядят нейтрально, то, как правило, мы подсознательно верим такому цветовому решению, независимо от того, насколько оно является правдивым на самом деле. Рассмотрим пример. Перед нами фотография Альфреда Палмера, сделанная в 1942 году. Это изображение в определенном смысле обман. Поясню почему. Дело в том, что это рекламная, в кавычках, фотография, сделанная в рамках пропаганды военной мощи США в борьбе с гитлеровской Германией. Перед нами труженицы военного завода по производству военных самолетов. Обратите внимание на маникюр и мейкап. Очевидно, они были сделаны специально для фотосессии, а не перед началом реальной рабочей смены. Обман? Конечно, обман. Но, безусловно, идущий на пользу восприятия. Посмотрите на качественное студийное освещение этой сцены. Обман? Конечно, обман. В реальной работе такой свет направлен в лицо и будет мешать. Более того, этот кадр сделан на пленку кодохром, которая сильно искажает и вместе с тем гармонизирует цвета. То есть, сам факт съемки на пленку и особенно на такую пленку с точки зрения цветопередачи обман в чистом виде. Однако, мы с вами верим этой фотографии. По нескольким причинам. Основные из них следующие. Первое. Естественный цвет кожи. Это действительно очень важно для восприятия. Как бы не были искажены цвета, но если с кинтона воспринимаются естественно, мы склонны доверять любому обману. Второе. Присутствие нейтральных оттенков на объектах, которые мы ожидаем видеть скорее нейтральными. В данном случае это А. Нейтрально-черный фон. Б. Относительно нейтрально-серый металл. И самое главное В. Нейтрально-белый воротничок блузки одной из работниц. Причем не имеет значения, какого цвета была эта блузка на самом деле. Она могла быть голубой, желтой, розовой или любого другого цвета. Для восприятия важно исключительно то, какой ее ожидает увидеть зритель. А он ее ожидает увидеть именно белый. Поэтому белая блузка в совокупности с остальными рэперными нейтральными заставляет зрителя поверить в естественность цветового решения этой фотографии. Несмотря на то, что цвета здесь искажены во благо его же, то есть зрителя, восприятия. Для того, чтобы убедиться, насколько здесь важна роль белой блузки, давайте окрасим ее в цвет, соответствующий общему, вполне теплому тону фотографии, то есть в желтый. На самом деле, блузка вполне могла быть именно такого цвета. Но это совершенно не важно с точки зрения восприятия. Потому что в таком виде фотография воспринимается как бы со сторонним оттенком, который хочется смахнуть. И как только блузка вновь становится ожидаемого нейтрального цвета, ощущение стороннего оттенка уходит, и мы снова начинаем верить этим заведомо искаженным, но гармоничным цветам. Итак, резюмирую сказанное. Гармонизовать цветовое решение любого изображения можно одним из двух способов. Первый. Снизить общее количество исходно насыщенных цветов. Второй. Сблизить большое количество исходно насыщенных цветов с помощью их загрязнения и или смешения друг с другом. Так как в обоих случаях исходный цвет искажается, для достоверного восприятия зрителям важную роль играют рэперные нейтрали. Я считаю, что на этом с теорией цвета можно закончить. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok